МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемый Сергей Азатович, очень рад вас видеть. Мы с вами, правда, встречаемся регулярно, и по телефону выговориваем, и на разных форумах видимся. И каждый раз, практически каждый раз проводим двустороннюю встречу, вот как сейчас в присутствии прессы, либо без таковой. Но, тем не менее, у нас всегда есть, что обсуждать, имея в виду особый характер отношений между Россией и Арменией, имея в виду присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу и полноформатное участие в другой нашей интеграционной структуре ОДКБ. Я бы хотел с вами некоторые вещи сейчас пообсуждать в этом плане. Приятно, что Россия остаётся ведущим торгово-экономическим партнёром Армении. В прошлом году по сравнению с 2013-м у нас значительный вырос товарооборот, но, к сожалению, за первые полугодия текущего года произошла корректировка в стошном понижении. Ну вот мы сегодня тоже, наверное, поговорим об этом. Там есть определённые нюансы, на которых у меня пока нет ответа. Хотелось бы с вами обсудить эти вопросы. В любом случае, мы вас очень рады видеть в Москве. Добро пожаловать. Спасибо, Владимир Владимирович, за приглашение. На самом деле, наши повестки двухсторонних отношений очень насыщенны и постоянно обогащаются новыми инициативами. И наши регулярные встречи позволяют подвести итоги предпущих договорённостей и дать реагировать на возникшие вопросы. В последний раз мы с вами подробно обсудили нашу повестку в Ереване, когда вы участвовали в мероприятиях, посвящённых столетию геноцида армян в Османской империи и, конечно, обменялись мнениями во время торжеств в Москве, посвящённых 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Конечно, в Уфе. За этот период решался ряд важных вопросов для Армении. И сразу хочу поблагодарить вас за передачу уголовного дела в отношении Пельмякова в ведении армянского правосудия. Спасибо вам большое. Сегодня подписали соглашение к Министерству энергетики, которое позволяет на 25 долларов понизить цену на газ до 165 долларов. Подписано соглашение об изделении Армении 200 миллионов льготного кредита, и это позволит обновить арсенал армянских вооружённых сил. Подписано соглашение, уже вступило в действие, начали работу на армянской атомной станции по модернизации. Конечно, в наших отношениях положил начало новое реалии функционирование Евразийского экономического союза. И, конечно, нам ещё предстоит много работы для того, чтобы наполнить содержание этого интеграционного объединения, ощутимыми для наших народов делами. Мы, конечно, готовы к такой работе, мы заинтересованы в скорейшем положении в жизнь, принципы свободного передвижения товаров, капитала, услуг и рабочей стилы. Для нас, конечно, очень-очень это важно. И в этом контексте, конечно, на длину ключевую, но ставится вопрос цены на энергоносители в Армении. В этой кризисной ситуации колебания валют просто очень болезненно сказываются на тарифах. И я очень надеюсь, что мы найдем новые решения, хорошие решения. Владимир Ильич, хотел бы поблагодарить Россию вас за ваши усилия по поиску пути решения Карабахского конфликта. За последние две недели очень напряженно на границе азербайджанская сторона, помимо уже крупнокалиберных агнестрельных наложей, использует артиллерию. Конечно, нам приходится отвечать. Я об этом подробно расскажу вам на саммите УДКБ в Душанбе. А в конце хочу еще раз говорить, что очень динамично развиваются наши гуманитарные отношения в Ереване. Недавно открылся филиал Московского государственного университета именно Ломоносова. Скоро начнет свою деятельность русская гимназия. И буквально через несколько недель мы в Ереване проводим третий форум выпускников МГИМО. Я думаю, что это будет позволить учебного учебного и, конечно же, хочу отменить, что хорошо работаю в Ереване правительственной комиссии. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok.